Приветствую вас дорогие мои рыбки с вами опять я Татьяна Шаманова сегодня у нас будет прогноз на январь 2021 года до дождались вот уже и новый год ну что ж будем ждать нового счастья ну сегодня посмотрим что принесет нам первый месяц 21 года с чего как говорится начнется год итак главные события января 21 года начнем с настроения с нашего личного настроения нашего личного настроя и так ой прекрасно друзья мой маг вообще как говорится тут без комментариев практически совсем ладно какие действия у нас будут девятка чаш так и что же причина какова таких дел наших ирофант ну что сказать вам золотые мои хорошие месяц судя по настроению деловитый с одной стороны уверенный с другой стороны и с большими перспективами это с третьей стороны какую-то информацию получим мы со стороны может быть совет идею какую-то мысль получим в виде инсайта сверху может что-то высшие силы нам подскажут почему бы и нет ну самое главное друзья мои действовать мы будем однозначно посмотрите карта маг я хочу то-то 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 и я сделаю то-то 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 и не просто сделаю понимаете а с наслаждением и у меня все получится потому что я буду довольна собой очень довольна или я буду доволен собой вот наши действия по девятке чаш отлично ну что ж давайте посмотрим где эти моменты могут проиграться в основных сферах нашей жизни начнем с деловой сферы работа бизнес личные дела вообще все дела которыми мы занимаемся в нашей жизни но здесь выпала карта сила посмотрите друзья мои чувствуете идентичность практически я здесь все могу и здесь карта говорит у меня хватит харизма у меня хватит сил запаса силы если не хватит я их получу но я своего добьюсь я продавлю я приложу все усилия но это будет моим или это я сделаю и если сама не смогу или сам не смогу я так все организую что это сделает для меня другие отлично отлично да придется что-то продавлять ну это в принципе это нормально особенно когда вовлекаешь в свой процесс других людей люди не всегда откликаются с душой и радостью на ваши призывы приходится их немножечко ну мягко говоря прессовать уговаривать манипулировать вот такие дела друзья мои да ну здесь работа кипит что-то причем заметьте это будет что-то радостное но это не обязательно связано с вашей карьерой с бизнеса может это что-то по дому по хозяйству почему бы и нет или связано с вашим увлечением с хобби как говорится возьметесь выходные которые там 10 дней у нас января и посвятите все это время именно своим любимым занятиям ну а что с финансами у нас будет тоже интересный вопрос ну восьмерка мечей конечно она нам не показывает состояние дел в финансах она больше показывает наши переживания наши страхи скажем так не исключено что ваше дело будет связано с получением какого-то прибытка заработка приработка может быть связано с каким-то дополнительным доходом и или не просто с дополнительным доходом а вообще с доходом особенно если это новое дело какое-то новая работа ну естественно или новое заделье которое требует неких вложений и вы будете беспокоиться хватит ли у вас денежек на вашу задумочку на ваше намерение на ваши планы ну волнительно будет волнительно ну давайте еще одну карту вот друзья мы все связано с вашими планами да но надежда есть хоть вы его будете волноваться переживать но надежда есть что все получится все реализуется и с день с денежкой будет все океюшки тем более даже знаете карта звезды она говорит что даже можно отложить на будущее на какие-то будущие планы на какие-то будущие задумочки и кроме этого еще также есть надежда что в перспективе финансовая сторона вопроса вас будет еще больше радовать чем допустим сейчас ладно что связано с отношениями давайте посмотрим как будут развиваться события для тех кто в паре ну тут мои хорошие либо поездки разъезды какие-то либо туманное настроение что-то вы хотите может выяснить со своим партнером но не решаетесь что-то хотите может узнать про партнера или партнершу но не сможете это или не торопитесь это сделать может конечно быть влияние некого персонажа на ваши отношения вот может кто-то к вам в гости приехал или кто-то в окружении вашем появился и наводить тень на плетень ну бывает бывает свободной рыбки что у вас с личной жизнью ну карта суд как говорят возрождение друзья мои да перемены ну не знаю не знаю что за перемены либо кто-то в вашем окружении появится и вы захотите внести новые краски в личную жизнь ну либо это ваше внутреннее какое-то состояние изменится уж в какую сторону не знаю но возрождение оно есть возрождение то есть это конечно же на благо может это связано вот с этими со всеми настроениями и делами и действиями не знаю друзья мои не знаю тут у кого как понимаете возможно какая-то волна нахлынет на вас и вы посмотрите на свою личную жизнь в новом свете может что-то захочете бывает же что прошлые отношения оставили ну не совсем хороший след или еще какие-то шероховатости наложили эти прошлые партнеры или партнерши а здесь своего рода очищение идет понимаете избавление что все может кто-то прошлым живет или жил и в январе придет мысль а собственно говоря сколько можно жить прошлым надо начинать жить настоящим вот как-то так возможно кто-то из вас наоборот занимался очень плотно поиском себе партнера в январе пришла мысль однако надо расслабиться отдохнуть и пусть все идет как идет ну и что у нас еще осталось а еще у нас осталась левая связь связь на стороне у кого есть друзья мои давайте посмотрим что у вас там ну да связь есть король жезлов товарищи решительные бойки энергичные ну он конечно решает он ведет эту вашу связь и в принципе то от него все зависит может быть какие-то требования он вам выставит в январе месяце чтобы определиться какова же перспектива дальнейшие отношения к чему как говорится идем и стоит ли идти дальше может быть может быть но также вполне король жезлов может проиграться у кого-то как вмешательство в вашу связь постороннего лица да может это ваш постоянный партнер или партнерша так что будьте осторожны и совет мои хорошие совет на пасашок что нам карты посоветуют на январь месяц ага туз туз жезлов дерзайте наслаждайтесь жизнью наслаждайтесь приносите себе удовольствие вот видите по девяточке чаш действуйте наполняйте себя энергией энергии для жизни интересной для жизни полезной для себя наполняйте себя любовью наполняйте себя радостями прелестями которые есть вокруг вас если их не хватает ну что ж значит надо их просто-напросто что сделать добавить да изыскать и привнести в свою жизнь ну вот такой мне кажется этот совет что ж на этом я заканчиваю свой прогноз мои хорошие мне остается пожелать вам здоровья обязательно здоровья остальное как говорится мы все сделаем сами денежек побольше приятных людей вокруг вас побольше любви к себе любви к вашим самым дорогим людям взаимопонимание чтобы было и вообще друзья мои самое главное будьте счастливы и до новых встреч на моем канале и и